Сочи – город событийный. В год курорт принимает сотни мероприятий различного уровня. Только в октябре наш город примет сразу четыре масштабных ивента с участием гостей со всей России и мира. И если для них всё подготовлено – инфраструктура, расписаны и представлены программы и разнообразные виды отдыха, то вот сами жители почему-то порой остаются в стороне. Задействовать активных сочинцев нужно обязательно во всех проектах, подчеркивает Анатолий Пахомов. А вот как привлечь людей к самодеятельности – задача тех, кто входит в состав Совета по культуре. На мой взгляд, что мы как-то стали уделять внимание развитию культуры среди нашего населения. Я имею в виду, что у нас должны быть концерты самодеятельности, концерты самодеятельности в сёлах, даже в городах наших сёлах, в аулах. И у нас должны быть коллективы художественных самодеятельностей. Основные ставки на городские праздники. Ближайшие из них – 21 ноября. Отмечать День города должны все, говорит мэр. Районные клубы, любительские хоры, да и просто жители, которые занимаются самодеятельностью, должны активно участвовать во всех мероприятиях, почаще устраивать концерты и демонстрировать любые увлечения. Так, например, уже активно готовится к празднику недавно сформировавшийся коллектив певчих библиотекарей. Сочи город мой, юный город мой, город сказочной красоты, море чёрное, санаторий и цветы, цветы. Уже начали подготовку к районным этапам участники «Хрустального петушка», «Домкомы», «Небезразличные красоте улиц» жители и специалисты разных отраслей готовятся к борьбе в традиционных городских конкурсах «Лучшее благоустройство» и «Лучше по профессии». Привлекают и народных ремесленников, которые недавно выставляли свои поделки у Южного мола. У нас задача понятна, мы над ней работаем, мы расширяем еще движения, начинаем работать над тем, что ведь есть не только те люди, которые будут читать стихи или писать стихи или петь. Мы понимаем, что есть любители, которые выращивают растения, им тоже хочется, чтобы увидели такое творчество. Свои подробные предложения по мотивации сочинцев культурно-просветительской деятельности участники совета представят на следующем заседании. Но самая главная задача, отметила Анатолий Пахомов в завершении встречи, сделать так, чтобы День города стал праздником каждого района, каждого дома и каждой семьи. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.